Ну вот и наступил новый день, новый выходной день. Конечно же я опять в лесу, охочусь за зимними грибами. Я сегодня не одна, я приехала сегодня с девчонками. И конечно же мы разделились по лесу, каждый ищет свои грибы. Грибочки есть, на улице очень тепло, ну по крайней мере в лесу, достаточно комфортно находиться. Птички щебечут, лес влажный, сырой, но свежо достаточно, очень хорошо. Кто любит ходить по лесу, просто ходить, даже несмотря есть грибы или нет. Просто вот походить, погулять, послушать пение этих птичек, послушать тишину, побыть наедине с самим собой, насладиться вот этим вот всем уединением с природой, релаксом. Тот понимает, о чем я говорю, и это ли несчастье находиться наедине с природой и получить от этого удовольствие. А вот и первые наши находки. Фламмулина бархатистоножковая. Первый гриб, который встречает нас сегодня в лесу. Как видите, да? Совсем молодые экземпляры. Попробовать, если достать этот гриб, даже не срезая, просто вот достать эту семеечку. Смотрите, какие у нее молодые экземпляры грибочков. Бархатная ножка, светлые пластиночки, совсем молоденькие грибочки, такие вкусные, хорошие. Очень радует глаз. Далеко ходить не пришлось. Как видите, совсем рядышком еще одна молодая семеечка фламмулин наших зимних опят. То есть, в принципе, видите, они растут сейчас у основания деревьев. Молодые совершенно. В заморозок они не попали, но это и не важно, потому что фламмулина прекрасно живет в заморозке. При оттепеле она все равно восстанавливает все свои свойства, чем и хороший этот гриб. Тем, что он восстанавливает все положительные свойства и вещества при оттепеле. То есть, в заморозке можно свободно собирать этот грибок. В прошлом видео мы снимали с этого дерева фламмулинку. Смотрите, вот еще раз они выросли. Вот они, совсем молоденькие. Сейчас старые заберем. Вот старые. Мы вернулись проверять свой ствол. Да, на нем, смотрите, вот начинает рост веошенка свеженькая. Старые срезы остались. Вот здесь вот молодые кнопочки идут. Вот побольше экземпляр. Вот какая красивая тоже. Вот еще. Вот прям из дупла прям крошечная лезет. Из-под мха. И дальше, дальше, дальше. Там по стволу много. Вот какая красивенькая, смотрите. Прям из коры, из мха вот она появляется. И ей тепло под этим покровом. И она потихонечку нарастет. И здесь, смотрите, совсем новые экземпляры. Как они по стволу пошли. На старых срезах. И все равно вот новые идут. Вот они, вот они. Этот вообще прям мокрый кость. Красивый. Здесь, дальше. Вот. В общем, везде по всему стволу пошел. Весь ствол обошла? Нету? Да, обошла на этой стороне. Мало, да? Сегодня мы в таких зарослях ходим. Очень тепло, конечно. Погода сегодня нам дала такой подарок. Походить по теплому лесу. Здорово, конечно. Птицы поют. Сегодня облачно, но солнышко периодически выглядывает. И птички от этого прям еще больше щебечет. Но так хорошо. Плохо будет видно, наверное, здесь темно. Так старое дерево свое проверяем. Вот раз, одна вешенка. Два, три, четыре, пять. Выросли все-таки маленькие. А вот и мой ствол. В прошлом, позапрошлом видео я снимала с этого дерева вешенку. Вы помните? Оставались чуть-чуть тут крохи под мхом. Вот свежие наросты, видите? Молоденькие экземпляры вырезали. Ну, прям красота. Тоже-таки уже можно срезать, забрать. Этот ствол мы снимали в прошлый раз. И оставляли здесь малышей. И вот они, эти малыши, выросли за неделю. По стволу. И вот как я оставляла малышей, вот они и подросли все, смотрите. Сейчас покажу поближе. Вот. Крупные я забирала, а маленькие оставляла. И вот, пожалуйста. Вот они прям хорошо подросли. И вон там тоже. Здесь такие заросли, что просто не подлезешь. Но шикарно, конечно. Ну, вообще, до того, что она красивая, прям даже жалко ее срезать. Ой, смотрите, какая она. Прям на солнышко еще так вышло. Классно. Подсвечивает. А девочки, смотрите, вон наши, что делают. Высота нереальная. Привет, привет. Привет. Что делаешь? Ховешенка. Ховешенку? Ну, срезай, срезай. Высоко, да, конечно. Метра три, наверное, над землей. Дальше у нас идет аурикулярия извилистая. Сейчас мы ее обогнем. И посмотрим. На тех же срезах, на тех же местах, просто полюбуйтесь на эту красоту. Вот она, наша вешенковая плантация. Эти малыши, которые неделю назад просто были крошечные, они стали прям крепышами. Ну, и дальше тоже здесь не пролезть. Здесь заросли. Вот они, вот они, вот они. И дальше там по стволу пошли. Вау. И здесь тоже, посмотрите, какая огромная. Вика ее нашла под корой. Ох. Девочки в процессе рубания, обнюхивания. И получения эстетического удовольствия. И здесь дальше, смотрите, вот она по стволу пошла, пошла. Тут не видно, не подлезть за ней. С той стороны вот она тоже там идет. И тут она идет вместе с аурикулярией вперемешку и до самого конца ствола. Ну, дойдем уже до конца. Сейчас глянем, что здесь еще попадается. Тепло, хорошо, сыро. И, конечно, чего бы ей не расти. Все условия для этого роста ей подходят. А животинка-то не спит. Тепло тебе, моя хорошая, да? Ползет, испугалась. Ну, ползи, ползи дальше. Скукожилась. Не спит. Тепло. Как сбор? Сбор прекрасный. Одно дерево. Дал весь результат. Супер. Красивая ведерко. Угу. Ну, а теперь вперед искать фламулина. Утром был туман, и сейчас уже просыхает. Но все равно в лесу достаточно влажно. Погода прям очень комфортная сегодня. И разведка наша тоже сегодня весьма-весьма продуктивная. Впрочем, как всегда. А вот и фламулиночка наросла. Свеженькая. Молоденькая, хорошенькая. Пойдет с нами. И вот они, старые наши места, опять плодоносят. И тут опять малыши зарождаются. Вот такая вот красота. И с той стороны, за деревом. И также, вот не отходя отсюда, плодоносит тот же павший ствол. Вот она, малышечка какая. Вот еще малыши лезут. И вот эти вот грибочки хороши. Вот они. Видите, неделя прошла, а новенькие полезли. И на этом же месте тоже я здесь в прошлый раз собирала эти грибы. И вот они опять выросли. Какая длинная ножка. Видите, прям в траве они спрятались. Здесь еще крапива так жжет больно. В общем, тоже мы их забираем. Видите, какие хорошенькие в кустах спрятались. Прям толстоногие. Еще попалась? Да. Сейчас я пойду посмотрю. Ай, да, еще кустик. Еще кустик, да. Приятно. Все прошли, никто не заметил. Надь пошла. И здесь тоже. Ой, хорошенький такой. Да, прям хороший кустик. И свежая такая, светлая-светлая. А где, ты говоришь, еще есть? А это я посмотрела. Классно. Давай, Сосанин, показывай, где нашла. Вот в таких вот дебрях. Видите, мы тут пригинаемся и ходим. Ну, а как иначе? Только в таких местах любит произрастать наша любимая зимняя фламудинка. Так просто не найдешь. А, красивая. Угу, супер. Класс. А здесь совсем еще малыши. Смотрите, какие. Только-только начинают. Вот эти совсем маленькие. Надо так прикрыть. Эти кучки подрастают. А мне еще вот такие вот малыши попались здесь. Видите, совсем такая вот икра по стволу идет. А вот эти вот, ну, они просто будут шикарные на баночку. Кстати, вот фламулина мне больше всего из опят нравится в баночке. Самый смак. Особенно берешь вот таких малышей. С ними вообще париться не нужно. То есть их просто промыл хорошенечко. Не чистишь. Практически можно, да, не обрезать. Вот ножка, если светлая, ее можно прямо с ножкой в баночку. Если темная, конечно, она обрезается. Но вот эти вот, они будут вкуснее всего. Обожаю их. Вкусные и полезные еще вдобавок. А здесь такой вот богатый ствол. Прям очень много мелочи. Вот она здесь идет. Скоро подрастет совсем. Будет хорошая для сбора. Эту оставляем в лесу. Не берем маленькую совсем. Мы сегодня очень хорошо и продуктивно погуляли. В лесу тепло. Ветер, правда, поднялся к обеду ближе. Сейчас уже второй час дня. Мы нагулялись от души. И уже будем собираться домой. Уловы сегодня, я считаю, что очень даже хорошие. Лес сегодня был к нам благосклонен. В принципе, как обычно. За что ему отдельное спасибо. А вам спасибо, что смотрели. До следующих выходных. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok